МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне нашей встречи у меня состоялась беседа заслуженным деятелем науки Республики Армения, ректором Ириванского государственного университета профессором Арамом Грачевичем Симоняном. Разговор проходил, собственно, там, где мы и случайно встретились, то есть непланово. Поэтому просим прощения за технические неудобства. Добрый день! Сегодня у нас в гостях ректор Ириванского государственного университета профессор Арам Грачевичем Симоняном. На какой наибольший такой спрос среди поступающих АКГЛЕ и Ливанскими государственного университета? На какие специальности? И чем по вашему это мотивирует? Ну, как и на всем постсоветском пространстве, у нас тоже наиболее, так называемой, модной профессии, это юриспруденция, иностранные языки, международные отношения, политология, компьютерная технология. Это обусловлено тем, что по этим специальностям в начале 90-х была очень большая нужда была в налоговом хозяйстве. Потом эти профессии до сих пор считаются престижными, хорошо оплачиваемыми. Это, наверное, чистые профессии, которые позволяют специалисту работать во всевозможных офисах, это в основном белые его раппички. Наиболее престижные среди них, конечно, юриспруденция и международные отношения. Я не думаю, что эта тенденция продолжится долго, потому что уже, например, в Западной Европе, где была аналогичная ситуация, сейчас все в горле, и более молодые ребята, которые почитают, обучаются в технических кузах, хотят получить ингредиентные специальные сцены, но там хорошо обмечаются. Это связано еще с развитием индустрии, в народных хозяйствах цены. После развала Союза во многих постсоветских странах таково-ненько пришла внук. И нужда технических кузов, нужда в инженерах, врачах, людей с истиннорующих специальностей стала, нужда стала не так уж и много, прежде чем мало было желающих обучаться по этим специальностям, потому что рынок, саморабочий рынок не требовал таких специальностей, и специальностей в большом количестве. Я думаю, что лет через 5-6 ситуация начнется упрямляться, начнется усмениться в сторону 5 инженерных специальностей. И если команда будет работать над ними, то меньше будем готовить юристов и лучших людей. Но вот до развала СССР, насколько я знаю, Ярбанский университет больше готовил таких кадровиков, как физиков, химиков, математиков. Каковы сейчас там места на эти специальности? Ну, во-первых, это продолжение от предыдущей темы. Во-первых, тогда факультеты физики, химии, математики, химикроники, радиофизики, они были связаны с промышленностью, они с военнопромышленным комплексом. Также с научно-исследовательскими институтами, которые проводили на море. В тяжелую ситуацию достаточно экономичную, я имею в виду, то есть, у всего нехватка финансов, нехватка средств, но все равно Ярбанский госуниверситет, я могу уже с уверенностью сказать, в ближайшем будущем, через 10-12, может превратиться условно-исследовательский университет в самом таком емком понимании этого слова не просто это будет название, а будет суть нашего университета. А для этого можно много работать. Для этого нужно, чтобы и персонал, университетный студент и чиновники, которые обеспечивают образовательную деятельность нашего университета, были едины в своем порыве в достичь этой планки. Это все. В продолжении этой темы, я знаю, что более чем 400 известных призов до советского пространства ЕГРУ заняло 114-4. Это большое достижение, скажем так, да? Да, но вы знаете, эти рейтинги, они сейчас, честно говоря, я не очень сильно сглопал. Я не очень... А я к тому, что не узнает ли школа, высшая школа, не очень... Не очень... Не очень... Довели этим рейтингов. Главное, чтобы мы понимали, что мы находимся на парламенте при работе тренинг сервера. А что получится? Это уже, так сказать, оценка. Оценка могут дать сколько наших кадров. И народное хозяйство, которое принимает на работу наших кадров. Главное, чтобы университет не останавливался на гостинбурге. Главное, чтобы мы были мобильнее, мы были готовы к всем тем вызовам, которые есть перед университетом 21-го года. Арам Борисович, я не могу не спросить, пользуясь случаем, иначе меня зрители не простят, если я не задам такую работу. Известно, что наш восточный сосед Азербайджан тратит миллионы на фарсификацию всего, что касается армян. Не задумывался ли университет и ливанский на базе ученых создать какую-либо антидеформационную лигу на все происходящее в информационной войне, что говорят наши соседи? Ну, об этом еще, так сказать, честно говоря, мы не думали, но мы хорошо понимаем, что наш сосед, для него пришло привычку присваивать все чужое, что для него так, что Бог лежит. Я могу привести пример, начиная с 30-х годов, 20-го века, они потихоньку присвоили часть персидской поэзии. Я, прежде всего, имею в виду Низами, других персидских поэтов, которые никогда не были азербайджанцы ни по рождению, ни по своим произведениям. Низами никогда написал 65 тысяч строк, ни в одном он не упоминал за исключением одного одного момента, не упоминал твой азербайджанцев никак. Это будет звучать дико, если поэт не будет писать о своем народе. Никогда эти поэты никогда не признавались в том числе Низами, не признавались азербайджанцами. Сам пишет в одном из своих отвалений, что он рожден от курдиянки и не говорит об отце, но мы хорошо знаем, догадываемся, что его отец был персидский служащий, который служил в Геанджей Туганзаке в Туркменске. Я могу провести другие примеры, например, туркменский эпос Чёрогли, который продукт детства туркменского народа присвоен азербайджанцам и стадоих национальным праздновением эпоса. Вот них это напрашивается? Армянским очень много. Ну, напрашивается, конечно, но, понимаете, нужно бороться, не создавая всякие пенни. Ну, может быть, может быть. Я не совсем готов утверждительно сказать, что один сейчас это делается. Но то, чтобы бороться с этим можно, с этим это я называю чумой. Потому что, смотрите, я недавно был в Японию, в Токио, вошел в музей музыкальных инструментов, и там стоит арм, и написано это азербайджанский национальный инструмент. Хотя все знают в мире, что это персидский инструмент. Или всевозможные настольные игры, или другие маклоровые игры, которые родились в древнем Персии, они присваиваются. Даже это такое смешное начиная доказывать, что до ума это, скажем, азербайджанский и так далее. Это глупость, потому что никто не может сказать, какая вида Дондона делают, и армяне, и азербайджанцы, и греки, и украинцы делают, и Молдави делают, и так далее. Это смешно. Понимаете? Но присвоение чужой культуры это, видимо, сидит в храге наших «добрых» друзей, соседей. Да, конечно, нужно бороться с этим. Нужно бороться. Просто по примеру, евреям, возможно, да, нужно это делать, но мне кажется, что это надо делать умно, надо делать сообщево, надо делать подготовлено, они просто с разбегом. Потому что, вы знаете, в науке, в культуре, вообще, в созидании спешка очень летна. Нужно все обвинуть, нужно в хорошем, и главное, квалифицированно и профессионально это делать. Вот, систематическое уничтожение армянских памятников, дай мне только армянским памятникам на территории Азербайджана и присвоение этих памятников говорит о том, что, если не подходишь профессионально, профессионально не действуешь против этого, приносишь большую дачу, пользу. Этим должны заниматься профессионально обязательно, без соответствующих навыков знаний и умений. Это еще и нечего сказать. Да, но армянская наука, я так понимаю, больше на внутренние читатели. Потому что, что я видел в Ереване, там очень много было книг довольно интересных для любого иностранного читателя и для диаспора, но они на армянской языке. Вы правы, вы правы. У нас пока мало выпускаются книги, исследования как в области культуры, так и науки. На иностранных языках делаются определенные шаги, делаются, но этих шагов недостаточно. У нас была уделена школа переводчиков, которая была сформирована в советское время. Сейчас очень трудно найти квалифицированных переводчиков, тем более авторов, которые пишут на иностранном языках. Понимаете, очень трудно написать на очень трудно на иностранном языке, если ты не носитель этого языка, ты должен профессионально знать этот язык. И переводческих школ у нас, к сожалению, сейчас, можно сказать, что уже не существует. Есть отдельные переводчики, которые переводят литературы, и это очень все дорого стоит, это стоит денег большие. Ну, загромите диастыри армянской, делайте определенные решения. У нас тоже участница в нашем университете, мы очень поощряем, если люди пишут на иностранных языках, на русском, на английском, на французском, на немецком и так далее, на лаванском, и стараемся хотя бы часть тех статей, которые публикуются у нас в наших журналах, написать на иностранных языках. Но надо работать над этим. Я могу привести пример, вы прекрасно знаете нашего великолепного артиста Армана Кофе Генова, который был старым на армянской сцене и в киноматографии в 50-е, 60-е годы. Мало кто знает, что он был прекрасным переводчиком трудов Мопассан, он перевел Ломану Мопассану и Аниизом на армянскую. Это прекрасный пример перевода, высокохудожественный перевод. Почему? Да потому, что у него было хорошее французское образование, он долгое время жил с французскими средствами, общался с французами, с носителями языка. И, конечно, такие условия создавать сейчас вроде бы намного легче, чем было раньше, но это все требует к сожалению. Пока вопрос финансовая сторона пока в этом вопросе не решает. Но мы стараемся, стараемся. У нас есть переводческие отделения. Думаю, что если выпустим хоть одного или двух переводчиков нормальных, хороших, на уровне, то наши люди считают сделанным. Я считаю результат. Диплом в каких странах он принимается как за официальный документ об образовании? Вы знаете, вообще-то в Европе, так как мы начали участвовать. Я считаю, что формально наш диплом признается во всей Европе. Но я хочу вам сказать, что сейчас очень много стран не обращают внимания на диплом. после наших университет участвуем полноцкого процесса и наши дипломы формально проходят во всех странах европейских, европейского Европы. Но тут главное уже не диплом. Это раньше считалось диплом престижным, того же университет. Сейчас люди обращают, тем более работодатели, на знания, на навыки и компетенции специалистов. Если специалист имеет на уровне все это, то диплом уже второстепенное значение имеет. Я могу привести пример, скажем, почти все выпускники магистратуры нашего физфака быстренько находят хорошую оплачиваемую работу в Аграде. По Франции, Германии, США, других заприв английских странах, в Канаде. Так что я думаю, что престижный Москва после университета на достаточно высоком уровне при тех возможностях, которые мы имеем. Я скажу даже больше. При наших стромких возможностях все-таки я и вас не поставлю. Университет делает максимум, и наши выпускники я думаю, что они правиль и находят у них правиль и хорошую оплачиваемую работу. Университетская община очень интересно сотрудничает с «Пару слов» пожеланий нашим зрителям в нашей газете сказали и есть последствия. Ну, в газете я желаю благоденствия, чтобы продолжал публиковаться и был главный интересный читатель. в диаспоре и всем армянам Ростовской области желаю прежде всего счастья, благоденствия, неба, покоя и, конечно, работы. И приглашаю молодых членов этих семей армянских и вам учиться в нас в русском месте. Это был ректор Ереванского государственного университета Арам Симонян. До новых встреч. Симонян.